Пейзаж Пишем сегодня пейзаж, закат, лучи, возвышенную местность. Итак, взял жидкость, чистый разбавитель, взял белило, взял голубой, голубую ФЦ. Поскольку смесь голубого с желтым дает, или шокры, дает зеленый, то с чистой совести избавляемся от белого холста голубым цветом, цветом воздуха. Воздушная среда, она голубая. И чтобы долго к холсту не подкрадываться, сразу тонируем его цветом этой среды. У меня после вчерашнего сеанса есть зеленоватая кисть, с зеленым, поэтому я сейчас сюда зайду с красненькой, с желтенькой. И теплость передника даст хороший эффект переднего плана. Свет теплый здесь, и от него мы будем уже выплясывать идею окна неба. в этой картине как окно. Поэтому здесь мы создаем эту идею передника, как условную комнату теплого цвета. А задник у нас будет голубой. И уже относительно этого цвета более-менее будет понятно. Сейчас я беру голубую ФЦ с коричневой. Относительно этого цвета будет понятно, какой примерно цвет мы можем добавить. И так далее. И так далее. И продолжаем избавляться от белого холста, голубой ФЦ. Строительная кисть работает быстро и эффективно. Всем советую завести такие кисти. Чем ближе к источнику света, тем небо будет светлее. Работа будет сделана в два, скорее всего, сеанса, поэтому сейчас в этом сеансе мы не пытаемся все сделать финишно. Вот так набрали вещество, делая подкладку под будущий сеанс. Теперь берем розовый. Посмотрим на палитру. По траектории света, расходящегося, наберем розовый. Распределим и распределим. Разбил розового должен быть светлее, чем голубой. Вот эту перемешанность можно создать ладонью руки, ребром ладони. И у нас мягкая, формируется мягкая растяжка из голубого в розовый. Теперь берем еще больше белил. Еще больше розового. Во втором сеансе, который будет уже делаться по сухому, мы добавим сюда и бирюзу, и больше желтого. Но сейчас наша задача сделать близко к тексту, но все-таки приблизительно, идею растяжки цвета из одного в другой. Раздать рисунок в картине, то есть место расположения пятен. Нет задачи финишировать. Тем более, что формат у нас достаточно крупный. Это 90 на 70. еще больше белил. Это уже акадмий красный заходит, то есть это не розовый уже. До этого был розовый. Розовый нужен был как переход из голубого в красноту, потому что этот красный погрязнил бы голубую. А розово-фиолет, розово-голубой цвет, хорошо в себя берет идею оранжевости красноты, то есть акадмия красного. И, наконец, желтое пятно света. Ну, видите, желтый сразу стал общаться с голубым. Поэтому подождет следующего сеанса. желтость. Можно себе, как пометку, для того, чтобы видеть идею источника света, а источник света должен стать самым светлым пятно, можно сделать вот такую пометку. Желтый и в центр белила. Сиятельный эффект максимальный. Но, видите, нам не хватает пока цветности и светлости. Но лучше мы будем высветлять, чем сейчас прокричим там сверх меры краснотами. Лучше мы его будем вытягивать, этот цвет. Горы. А, у нас еще есть облака. Для облаков возьмем ультрамарин. Ну, можно и голубую ФЦ. Посмотрите на характер укладки кистью. То есть, я немножко, как бы, напачкиваю. И переходит в розовость. Облако переходит в розовость. Конфигурацию облака можно чуть-чуть перестроить. Ничего. Мне лично нужно, чтобы вот здесь появилась крылообразная идея этого облака. Оно сразу создает уход туда, в перспективу. Немного идею мелких облачков. Вполне симпатичная. Ну, а это потом по сухому. Голубая ФЦ. Стремится к середине. Это пик. Но, все-таки, чуть в бок. Голубая ФЦ и можно плюс краснота. То есть, красный кадмин. Или английская красная. Будет примерно тот же эффект. Солнце заперто в угол. Но лучше, все-таки, чтобы источник света был ближе к центру композиции. Поэтому пусть будет здесь. Сюда, в горе, уже подкладываем красненку, розовинку, разбил. Дальняя гора. Опять же, это же у нас источник поставлен, просто чтобы мы видели степень светлости источника света. Вообще. Так. Все. ПрисПетий сэмпoстрой 10 и bel astrology. И немного наголубим в этой впадине, в долине. Обычно в долинах толща воздуха и сырость создаёт, туманность, сырость создаёт вот такое свечение. Продолжение следует...